Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень серьезные модели, серьезные ценники на эти модели. Посмотрим, что вы хотели увидеть. Вы же сказали, что я задолбался своими спортивными моделями, нужно что-то другое. И вот вы выбрали что-то другое. Asics Gel Nimbus 9, это переиздание, не спортивная модель, сделана в Индонезии. Купил я ее в Японии или в Корее, на Jumi точно не помню. Вторая модель тоже не спортивная, Asics Gel Nuke, Нью-Йорк. Купил в Америке через почту.com, вы недавно это видели. Так, как выглядит первая модель? Вот она, такая вот не спортивная. Как выглядит вторая модель? Вот так, тоже не спортивная. По поводу их не спортивности, конечно же, вы поняли, что я прикалываюсь, надеюсь, поняли. Суть в том, что будущее за всеми вот такими подобными моделями. Это переиздание. Когда-то это был прям спорт, сейчас это, ну, можно сказать, полуспорт. Универсальные, очень удобные, очень летние, очень крутые и очень дорогие. Все очень-очень-очень. Различные расцветки, различные материалы. Можно подобрать вот под себя идеально. Очень веселые расцветки, не скучные. Материалы такие же. Есть и натуральные, есть синтетические, есть в сеточном исполнении, есть в каком-то демисезонном исполнении. По ценникам сразу же хочу сказать. Вот эта модель с Джума в начало, в разгар, в начало сезона, в начале, была по ценнику с учетом скидки, с нормальным более еще долларом, там, 80 рублей. Обошлись мне в 12-300, там, с чем-то. Ну, вот, я вот точно вставлю. Посмотрите, ценник вообще бешеный. За рубежом модель стоит от 150 до 200 долларов, что тоже, я вам скажу, очень немало. По распродажам можно сейчас брать по 100, 120 долларов, 130 долларов, но это еще как бы не шло, да? То есть, ценник великий. Вы понимаете сейчас, какая серия нимбусов, там, какая-то, 20 какая-то, ну, я уже не помню. Вы знаете, то есть, каждый год новая модель. Это переиздание. Вот эта же модель, кстати, посмотрите, здесь у нас сертификат того, что это оригинал от eBay. Нафиг он мне нужен, конечно, я не понимаю. Не знаю, не знаю, для чего. Оставлю на память. Что, типа, проверили, все, окей, ладно. Это тоже, как вот, Adidas любит совмещать что-то от одной модели. Опять же, какую-то взяли старую версию нимбусов, соединили верх, там, от нимбусов, промежуточная подошва от Cumulus. Ну, короче, налепили из всего, что было. Ну, когда я их взял, ну, и вообще увидел на картинке, я вспомнил Каяна старые черные, которые у меня тоже были, я уже об этом говорил. Они очень схожи. И у меня такая мысля, ну, как бы подзакралась. А может быть, проще Каяна купить какие-то, да, старые версии или Cumulus и получить все то же самое. Ибо на эту модель ценник тоже от, наверное, 130-140 долларов и выше. 150, там, 170 долларов. Что в Китае, что в Америке, что на том же Джуме, это будет, ну, плюс-минус одинаково. Смотря, как вам повезет, какая расцветка. Вот здесь вот у меня темная расцветка, летняя версия, натуральные материалы. Все это сейчас поглядим, посмотрим. Да, кстати, по биркам я не показал. Ну, здесь Orpholite, классика, жанра от японцев. Посмотрите, какая крутая бирка. Да, я же сказал, что это Корея или Китай. Не помню точно откуда. Так, так, вот это все мы видим. А здесь уже более упрощенная бирка, да. Или, может быть, здесь уже что-то оторвалось. Но это на eBay куплено. И, кстати, вот то, что для разных рынков, вы заметили, что у нас разные получаются сами бирки. Вот типы бирок, ну, по-разному. Нету стандарта. Это как бы звучает. Из конкурентов. Очень много конкурентов. Вы тоже говорите. Вот, покажи то, покажи это. Это все у меня есть. Вот, допустим, 2002, да. Вот. Тоже, как конкуренты, тоже натуральные материалы. Причем, да, очень похожи на ощупь. Очень такой же дизайн. Вот, давным-давно я сказал, что будущее за какими-то необычными, неординарными, технологичными моделями. Всех задолбали вот эти носочки за 50 копеек, да, которые продают очень-очень дорого. Всем нужны более сложные дизайны. Вот они, сложные дизайны как раз в старых моделях. Именно многослойная подошва присуща всем вот этим моделям. Местами несимметричные силуэты. Все как бы типа дорого, интересно и очень удобно, да. Также из конкурентов могу выделить вот триумф четвертый. Это тоже переиздание. Вот сокони, опять же, опять же, все-все-все по деньгам разнится. Даже сокони 75 долларов очень-очень обходят. То есть могут обойти запросто и нимбусы. Но по колодке все будет это по-разному. Но каждому свое. Также очень радует переиздание 860, которые я давно показывал в другой расцветке. Это версия V2. Посмотрите эту красоту. Посмотрите, это необычная просто сетка, доп. Шнурки. Это тоже, по-моему, версия из Кореи, как это все выполнено. Есть и у меня более такая, так сказать, неспортивная версия. Но все же она как бы спортивная. Это Каяна 5 OG. Да, тоже интересное исполнение. И также я заказал, и они уже приехали, собственно. Это Кинсеи OG. Опять же, опять же, все очень дорого. Все очень интересно. Каждому, ну, то есть, может одна та понравится модель, другому другая. Короче, захватываем с вами кроссовочный мир. По итогу, кто в Телеграме подписан на наш канал, на нашу телегу, тот знает чуть больше, да, что и как, и почему будет в будущем. Давайте возвращаемся. Меня часто спрашивают, почему ты не привозишь на заказ модели там с Китая или с США. Я раньше с США привозил, намучился, конечно. Кому-то не подошло. Где-то косячная модель приехала. И вот эти, ну, вот эти проблемы, вот эта мозготрепка, она меня заколебала. Это было еще лет 5, наверное, назад. И я сказал, нет, никогда больше в жизни. Поэтому меня об этом не спрашивайте. Кстати, после обзора эта модель, вот эта модель, кстати, я купил ее за 150 долларов, плюс доставка 1,5 косаря за килограмм с Америки. Но я ее продам за 11 тысяч. Это, то есть, я себе в убыток продам там минус 2,5 тысяч. 11 тысяч. Если кто хочет купить, ее с 9, обращайтесь. А вот эта версия будет 10, 10, 10 500, пусть она будет. Опять же, я купил ее за 12, да, с копейками. Но суть такова, что я понимаю, что это дороговато, а мне нужен круговорот. Я какие-то модели продаю в плюс, какие-то вот такие очень дорогие в минус, какие-то по себе стоимости. То есть, я не бизнесмен, у меня есть работа, есть, ну, то есть, определенные заработки. И мне нужны обзоры. Я делаю для вас обзоры. Все, на этом все. Давайте пойдемте по обзорам. Что мы видим перед собой? Классические силуэты на швах. Синтетика с покрытием. Но там есть, говорю, разные материалы. Возможно, кому-то нужна кожа, возможно, кому-то там спилок и так далее. Бывают-бывают разные. Сетка. Стандартная сетка. Летние кроссовки, именно летние, плюс 20-25 градусов. В них можно запросто тренироваться. Идеально будет ходить, ползать, ну и так далее. Зал-не зал. Они очень хорошо вентилируются. То есть, классическая сетка, классический взъем в носочной части. Это не занижено, не заужено. Колодка мне нравится. Мы чуть попозже посмотрим. По ширине, я думаю, все будет окей. Мизинец здесь усилен. Синтетика эластичная. Ну, как эластичная, она не какая-то жесткая, мягенькая. Сетка хорошая, вентилируемая. Язычок классический. По-всякому, смотрите, как сделано. Доп-отверстие. Смотрим. Здесь у нас на современных кроссовках внизу уникальный номер. Обязательно смотрим, что у нас отметка Quality Control. На подделках, которых очень много на эти модели, как правило, нет уникальных номеров, либо нет Quality Control. То есть, нету бирок там и так далее. Все они, то есть, не могут подделать. Это 100%. Я не видел ни разу, чтобы вот один в один все было подделано. Но Нимбусы, если дешевле 9000, то это будет, скорее всего, подделка. И эти тоже, скорее всего, это будет 100 пудов подделка. Мне нравится этот силуэт. Здесь есть светоотражатели или светоотражатель на пятке. Я точно вижу, по крайней мере. Как раньше они делали. Хорошая пяточная зона. Твердая пятка. Стакан, блин, вообще круто. Сочетание различных Эва по мягкости. Пена в целом, ну, такая средняя жесткость. Здесь где-то вот здесь мягкая, здесь идет пластинка. Здесь идет гель в пяточной зоне. Очень круто, на мой взгляд. Но гель, как бы, здесь еще более-менее. Гель всегда опасен, когда он в открытой части. То есть, он и отклеивается, он и может кусками отрываться, если вам будет наступать. Как повезет. Пластинка качественная, добротная. Резина, блин, универсальная. Офигенно. Здесь все при этой модели. Единственное, что мне не нравится, то, что здесь вот эта стелька Orpholite, она как бы сама хорошая, но она просто вот прямая на клеевой основе. Там все по классике сделано. В целом, модель хорошая, но дорогая. Следующая версия. New York. Здесь она, такое чувство, чуть по шире по колодке, возможно. Да, вы это заметите в носочной части. Здесь спилок, здесь синтетика. Синтетика меня вот эта удручает. Она такая более, какая-то тоненькая. Дешманом отдает таким. Но здесь есть натуральный материал. Опять же, не занижено. Здесь усилено все. Эти модели долгоиграющие. Я думаю, никаких проблем здесь не должно возникнуть. Пластинка здесь чуть похуже. В целом, один в один, что и там, да, суть. Пятка чуть, чуть-чуть похуже, чем тут. Здесь как-то более уверенная пятка. Опять же, идут различные материалы. Пены. То есть, здесь чуть помягче. Там потверже. Там и дальше все увидим. Гелевые вставки. Пластинка половинчатая здесь и здесь. Ну, как защита от заваливания. Стабилизация. Резина попроще. Гайденс лайн. Ну, все как по классике. Я как бы даже не знаю, что тут вам сказать. Сейчас будем мерить. Посмотрим, какая стелька. А вот здесь на стельку не поскупили. Стелька, опять же, Orpholite. Она более приколюшная. Различные вкрапления. Ну, то есть, это переработка. Но с боковой поддержкой. Это стелька хорошая. 5-6 миллиметров. И под стелькой все вот так вот. Обязательно должны вот эти номера быть. Вот видите, здесь эти номера. На левом и правом кроссовке этот номер одинаковый. Глянем вес от наших кроссовок. Везде у меня американская девятка. 324 грамма. Хороший вес. Здесь, я думаю, будет потяжелее. 359 грамм. Ну, в принципе, нормально. В целом, стелька плюс-минус одинаковая. Ну, вот видите, то, что идет поддержка. Вот здесь она такая вот. Здесь она такая более узкая стелька. Ну, и здесь колодка сама по себе чуть поуже, кажется, вот в этой части. Длина стельки 27,5. Замерим дюрометром твердость нашей пены. Нимбусы 47. Черная пена 41. Но она помягче. Гель я не смогу замерить, он утоплен. Но такое чувство, он всяко будет помягче. Он все-таки снижает ударную нагрузку на суставы, на стопы при движении, падении и так далее. На нуках 47. Пена серая. Черная пена 46. Сам гель 28. Вот здесь я смог замерить. Да, прикольно, прикольно. Вообще, эти пары на ногах очень комфортно себя чувствуют. И вы чувствуете просто комфорт. Сделаем замер резины. 73. Хороший результат. 73. Тоже хороший результат. Твердость пятки поглядим. Пятка офигеннейшая. Здесь твердость пятки. Чуть похуже, но все равно она тоже крутая. По сгибаемости в носочной части, ну, неплохо. Здесь тоже довольно-таки неплохо. Но вот это меня просто бесит. Вы сами это видите. Вот такой результат. И здесь такой результат. В принципе, это очень хорошо. Конечно, появление натуральных материалов уводит модель в более обычный стиль, повседнев. Уводит от спортстайла. Ну, давайте проверим, насколько устойчив краситель. Черный красится. Если хотите сохранить цвет, то нужно пропитывать, использовать лосьоны. Сам спилок. Ну, такой спилок замша, я бы сказал. На ощупь, ну, неплохой-неплохой довольно-таки. Проверим развязывание шнурков на наших моделях. 6,1. Хороший результат. Если больше пяти. 11,9. Вы сами все видели. Но здесь шнурки, на мой взгляд, коротковаты. Так как есть доп. отверстия. А шнурки, уже вот их как будто не хватает. Вот эти кроссовки на ногах. Пришел Яша. Я думал, он не придет. Он тут болел 2 дня очень сильно. Я не знаю, что с ним случилось. Я уж думал, что у него бешенство. Он меня напугал. Тут взял носки детские и начал их жевать. И причем так агрессивно жевал, что даже меня укусил. Я не знаю, что с ним тут. И 2 дня он просто не выходил. Не пищал, не ел, не пил ему. Там насильно заливал. Я думал уже везти к ветеринару. Но потом купил травы. У меня не было пророщенной. И он пошел на поправку. Хотя никаких у него симптомов других не было. То есть не чихал, не кашлял. Он даже не выходил, когда я делал обзоры. А сегодня он вышел, да? Значит он пошел на поправку. Да, Янь? Что с тобой было? Что-то не знаю. Короче, что по кроссовкам? Кроссовки. Вот американская девятка. Мой размер 8,5. Я уже говорил это 500 тысяч раз. Но вот они мне как раз. Вот просто под меня. Значит они мало мерят. Почему беру девятку? Да все очень просто. Если мне кроссовки нравятся, они как правило не подходят. Девятка чуть больше. И я их не оставляю. Но вот эти как назло подошли. То есть вы берете плюс 0,5 к своему обычному размеру. Здесь пятка плотная, поэтому все уходит вперед. Немножко такое чувство. Они более застабилизированы. Более обхват у них сильный. И вот когда у меня стопа средняя, когда иду, немножко вот здесь вот выпирает. Здесь мизинец. Но с недельку походить и будет ништяк. Чувствую сегментированную подошву. Что это означает? Каждый слой за что-то отвечает. Где-то за стабилизацию там, где-то за амортизацию. Очень крутое ощущение. Но для меня оно честно обычное. Потому что я, можно сказать, вырос. И этот канал вырос именно на подобных крутых кроссовках. Для меня они уже стали обычные. Но если вы их оденете или что-то подобное, в первый раз вы скажете, вау, какие офигенные кроссовки. Выбрасываю к черту свои туфли, кеды и тому подобное. И перехожу на это. Но это все спорт стайл. Идеально для лета. Идеально под штаны спортивные. Ну, конечно, многие могут и с джинсами носить. Но я считаю, как бы, ну это так. Ну, хозяин-барин. Идеально с шортами. Идеально, если вы хотите ощущать свои ноги в комфорте. Вы много ходите. И так далее. Они полностью сбалансированы полностью. Амортизированы. Никуда не заваливаются. То есть, они очень удобные. Они долгоиграющие. Они дорогие. Поэтому, что тут еще скажешь. Они просто крутые. Это вот все самое лучшее. Когда раньше я покупал все подобные кроссовки по 2, 3, 4, 5 тысяч. Я просто кайфовал. Сейчас же, конечно, когда они стоят от 10 и выше. Но меня это очень сильно напрягает. Но если вы не считаете деньги, вы можете покупать подобные кроссовки. Вы не останетесь, как бы, недовольны. Вы будете всегда только рады. Крутые кроссовки. Больше никаких слов. Так, вкинул эти кроссовки. Что я ощущаю? Они чуть-чуть более широкие. Чуть-чуть более длинные. Ну, все потому, что здесь менее плотная пятка. И чуть-чуть, ну, вот колодка по-другому сделана. Все-таки это что-то с чем-то уже соединили. Они, они по ощущениям тоже неплохи. У кого более широкая стопа? Вот этот вариант. Это именно ваш. Но брать либо свой, либо плюс 0,5. Ну, скорее всего, плюс 0,5. Да. Я думаю, вы тоже не разочаруетесь. Они очень удобные. Очень летние. Сетка примерно такая же. По вентиляции будет примерно то же, что и там. Поэтому я их объединил. Это две крутые пары. На пятку наступаю. Я не чувствую прям, что дико что-то проваливается. Я просто чувствую, что это, в принципе, комфортно. Это удобно. В них можно также много ходить. Они подойдут уже. То есть, это не прям дикий такой спортивный стиль. Вот в этих материалах. Это уже, ну, близко к повседневу. Вы можете сочетать. Но тут от расцветки все зависит. В целом, это тоже очень качественные кроссовки. Очень дорогие кроссовки. Что брать, это уже выбор ваш. Но и то, и то. Это вы не прогадаете. В любом случае, что дешевле, то и берите. Я говорю, если не считаете деньги, можете покупать две пары. Это очень круто. Кстати, все пары, которые после обзорной, они и на Авито я выставляю, и в аукцион вкидываю. Потому что там часто тоже покупают по аукциону. Ну, блин, вот тут ТНФ и недавно просто за сколько, за 6 с чем-то ушли. Хотя я их покупал за 8. Но, как бы я говорю, что-то в минус, что-то в плюс. И на своем сайте обязательно я все выставляю. Поэтому я не бизнесмен. Кто хочет купить после обзора, welcome. Я покупаю по скидкам со всего мира. Ребят, ну, что могу сказать. Я не вижу явных минусов. Ну, кроме того, что вот эта синтетика мне не нравится. Одни только плюсы. Единственное, что еще дороговато цена. Но это пока хайп идет. Я аж в восторге. Я аж как тебе? Одобряешь? Все, он одобряет, ребят. Так что можно брать по-любому. Всем спасибо. Посмотрели на эти крутые пары. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok